МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый громкий трансфер сезона громыхнул в авангарде. Обаятельный Максим Гончаров два года назад стряхнул сонное царство Ржиги и стал своим в доску в омской команде. Но в четверг после матча в Уфе его попросили на выход с вещами. 70 лет Виктору Блинову вспоминаем великого защитника с мощным броском и крутым нравом. Виктор Шалимов рассказывает, как однажды Блинов сказал Майорову, еще слово, и я тебя убью. Чисто по-братски. Тигран и Артем. Сибирские армяне хоккейной направленности. Перед отъездом омской молодежки на выезд мы побывали в семейном гнезде манугенов и попытались понять, откуда у горячих парней тяга к самой холодной в мире и тьме. Здравствуйте, уважаемые! Овертайм с вами. Как потопаешь, так и полопаешь. Это и про хоккей тоже. Кто как летом поработал, тот так в сезоне и стартовал. Железо рулит. Времена, когда хоккей был чистым искусством, ничем не отягощенным, прошли в Омске почти 30 лет назад. Тогдашний лидер тогдашнего авангарда великий Алексей Голубятников отказался летом 1986 года подчиняться указаниям только что назначенного молодого главного тренера авангарда Леонида Киселева и не лег на предсезонке под штангу. Мол, мне это не надо, мы все закрепощают, я и так свое забью в сезоне. Но сезон для Голубятникова так и не стартовал. Более того, карьера закончилась после отчисления из авангарда. А молодой Леонид Киселев со своей командой начал впечатляющий рывок из второй лиги высшую. Магнитка впервые с января 2012 года обыграла дома авангард. Впрочем, поражение по булитам не испортило впечатление от сверхудачного первого омского выезда в сезоне. В четырех матчах потеряно только два очка и не поколебало лидерство сибирской команды в чемпионате. Теперь Мантекки и Капулетти российского хоккея Омск и Магнитка встретятся только в плей-офф. Омск и Уфа махнулись не глядя. 26-летний защитник Максим Гончаров обменен авангардом на 30-летнего оборонца Ивана Лекомцева. Новобранец омской команды Лекомцев уже дебютировал в Магнитогорске в матче с Металлургом. До Салавата защитник с так называемым окаянным правым хватом выступал за Ладу, Атлан, Югру и Сибирь. Всего за пять сезонов в лиге в послужном списке Лекомцева 265 матчей, 14 заброшенных шайб, 44 голевые передачи и настораживающий показатель полезности минус 21. Впрочем, как говорила одна из героинь иронии судьбы, поживем увидим. История с Максимом Гончаровым заставила поднять извечную тему вновь ставшую актуальной. Назовем ее «Без вины виноватые» или «Такова спортивная жизнь». Очень грустно от того, что Гончаров больше не игрок авангарда. Всегда грустно, когда хорошие, порядочные люди покидают стань тех, кого ты считаешь своими. После ухода Андрея Иванова в прошлом году именно Гончаров был душой нашей команды, ее лицом, неизменно открытый для болельщиков и журналистов, веселый и позитивный. Инстаграм Гончарова приоткрывал окно в нехоккейную жизнь хоккейных людей. Добро должно быть с кулаками, и это тоже про Максима Гончарова, готова врубиться за партнера в любой разборке. Вы вспомните, как зимой 2013-го Гончаров пришел в плюшевую команду «Ржиги» и встряхнул ее в серии кулачных боев. Просто по игре получаются такие моменты, где-то эмоции длиются через край, можно, получается, деремся. Это хоккей, это такая игра. Первый драку, можно сказать, так, что получилось. Такой игровой момент, стычка, мобаные эмоции. Получилось, что толкались, толкались, в общем, сопились в драке. Вторая уже, конкретно. Игрок вышел, чтобы подраться. Я не собирался, но пришлось стоять за себя. И первый в истории клуба действующий хоккеист, пришедший на фанатскую трибуну и болевший как фанат, это тоже Гончаров. 26 января 2014 года. Первый раз для меня как бы такие эмоции через край, можно сказать, перереклестывают, да? Совсем другая атмосфера, нежели на льду. Здорово. Но еще в прошлом сезоне у защитника Максима Гончарова после травмы появились проблемы с попаданием состава. Суманин даже лепил из него нападающего, чтобы как-то вписать в команду. У Карлаухова первые два матча этого сезона Гончаров вообще не раздевался на игры. А хоккеист его уровня и возраста должен играть постоянно, а не в очередь с кем-то. Вот в Уфе ему эту возможность предоставят. Кто виноват в уходе Гончарова? Никто. Но все равно грустно. Хотя для задержавшегося на два с половиной сезона в Омске 26-летнего Макса уход из авангарда болезненный, но, возможно, целительный способ перезагрузить зависшую карьеру. Неделю назад мы говорили о том, как перезагружается талантливая молодежь, просто уходя из клубов грандов в команды рангом ниже. Два самых талантливых игрока России 93-го года, два Максима, Шелунов и Казаков, оказались невостребованными в Челябинске и Омске, откуда родом, зато ярко выстрелили в Сибири и Кузне на старте чемпионата, забив кучу шайб, вырвавшись в лучшие снайперы лиги и подняв себе и реноме, и трансферную стоимость. Другое дело, что Новокузнецкий и Новосибирск выступают в роли инкубаторов и по окончании сезона продадут своих самых лучших игроков в те же топ-клубы, но за другие деньги. Но кто в этом виноват? Хочешь жить? Умем вертеться. Молодые сейчас не в почете, в молодых не верят, их придерживают, в подающих надежды ходят до 24-25 лет. А когда-то великий защитник Виктор Блинов, начав играть в хоккей по-серьезному, по-взрослому, в 16, к 22 годам собрал уже все золото страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Виктор Блинов – легенда двух городов и двух хоккейных спартаков. В Омске 1 сентября, в день 70-летия Блинова, цветы легли к подножию памятника хоккеисту перед СКК его имени. В Москве великого Блинова вспоминали Новоганькова, где он похоронен. Спокойный, молчун. Были даже такие случаи, когда он сидел в раздевалке и Майоров ему начал что-то там в грубой форме высказывать, что не так делаешь. Он говорит, что слово скажешь, убьют. Ну, так, по-скромному. В Омске издруживших с Блиновым в 60-е в живых остался только, пожалуй, Виталий Высоцкий, нынешний директор музея истории хоккея. В Блиновом я был связан на стадионе «Динамо» и познакомился там с ним. Это было в 60-е годы. Он немножечко скрытный человек, но он порядочный по отношению к ребятам, к друзьям. Он не заносило его как. Хор хоккеиста до сих пор нет. От такого броска ломаются клюшки, и даже шайбы трястят. Это талант, который был дан ему с рождения. Блинов и жил, как бросал шайбу на отмашь на полную катушку на разрыв аорты. Аорта и не выдержала. Извечная русская беда все усугубила. Вы представляете, пульс работает у вас 60-68 ударов в минуту, а там доходит до 200. И, конечно, при употреблении еще алкоголя это все, так сказать, перегрузки и вызвало разрыв аорты. Отчего он и умер? Это мое мнение, я его, конечно, говорю, как врач, но это так и нет. Блинов не успел обзавестись семьей, и в Омске от него не осталось ничего, кроме памяти, памятника, СКК его имени и турнира, который, впрочем, в год и 80-летие так и не был проведен. И еще вот этого перстня в музее. После того, как умер знаменитый хоккеист Тихонов, Федерация хоккея решила увековечить хоккеистов и просчитала таких 142 человека. В истории нашего хоккея? Да, в истории нашего хоккея. Куда вошел и Виктор Блинов? Всем были сделаны майки памятные и памятные перстни. Вручали это персонально каждому или родственникам. Но поскольку у Блинова никого не было, я, директор музея, написал письмо в Москву, и нам пришлали его перстни для музея. 7 сентября, день, когда в России вот уже 4 года не играют в хоккей. День памяти команды «Ушедшие в небо». Команда Ярославского локомотива. Один из этой небесной команды «Легенда номер 35». Голкипер Александр Вьюхин. Когда друзья разбирали архивные фотографии Александра Вьюхина, они обратили внимание. Практически на каждой из них он улыбается. Он жил, как улыбался. Широко, азартно, заторно. И сейчас, вспоминая о нем, люди как будто бы вновь подпадают под его обаяние. Настраиваются на неповторимую вьюхинскую волну. Локаут был тогда, локбарство. Ковальчук это звено все было. рассказывал тоже, говорит, Ковальчук, Ковальчук прокатывается мимо, ну, по игре, по ходу, прокатывается, говорит, ты мне не забьешь, говорит. Я говорю, почему, говорит, я вижу, как ты бьешь. Он такой, раз, два, три, говорит, все, планка потекла, он уже по сыне отдает, играет, бьет, бьет, прокатывается мимо, не забьешь, говорит, не забьешь, говорит, Морозов, говорит, смеется, хочешь, как хорош, дергать его, игру ломаешь. Он удивлял не только соперников на площадке, один из друзей Саши до сих пор считает его подарок на свой день рождения лучшим в жизни. Возвращение на несколько часов в советскую, армейскую, танкистскую юность. Таким был этот подарок, придуманный, организованный и эффектно преподнесенный Александром Юхиным. За лесу выруливает восьмидесятка, так резко перед нами тормозит, покачиваясь, это очень красиво, когда 42 тонны так элегантно покачиваются. Сашка говорит, ну, садись, катайся, это мой тебе подарок. Я два часа рассекал на танке по полигону, проехал везде, где можно, разгонялся, ускорялся, вытворял различные вещи. У меня было такое счастье, такое ощущение, такой эйфории, что я просто снова вернулся в юность, снова попал за рычаги танка, просто все вспомнилось, так нахлынуло, и я понял, что вот этот подарок сделал мне он. Вот таких подарков мне пока в жизни больше не дарили, наверное, уже таких и не подарили. Относился к жизни легко, как к игре, как к приключению. Бьюхин умел это. Тем не менее, всегда играл всерьез, даже в бильярд с друзьями, и никогда не сдавался в главной игре своей жизни. Даже когда отечественная вратарская школа по сути капитулировала перед голкиперами-легионерами, он продолжил свою борьбу и вышел из нее победителем. Он говорит, я всегда под них шел вторым, но почему-то я всегда отказывался первым. То есть они мне ни в чьи иностранных вратарь никто не переиграл. Он тоже о чем-то говорит. И в Ярославле последнюю игру. Как бы там оно не было, обдоверили-то ему решающие игры, и он стоял в воротах. Я скажу, что и он стоял действительно, ну, как настоящий поедет. Летом 2012-го Александр Бьюхин хотел завершить свою карьеру. Он мог стать в другой невратарской своей жизни тем угодно. Спортивным функционером, артистом, шоуменом, предпринимателем. Талантов и харизмы хватало. А оказывается, хотел стать детским тренером. Помню, мы сидели с Димкой Пархоменко, кто-то там рисует, ему рассказывает, да это надо с детьми заниматься. И Дима Пархоменко в этот момент вот этот листок берет, тот, когда я ему нарисовал позиции, там все вот это перед игрой, там какой-то игрой это было, он на этой листочке Дима Пархоменко вот так вот аккуратненько сложил и себе в карман положил. Это вот так было, то есть он, ну, он жил игрой, это что говорить-то. А еще он был очень доверчивым и добрым человеком. Он очень сильно любил животных. Я когда приобрел собаку Лабрадора, у него был повод каждый раз в пятницу приехать ко мне на коттедж и там поиграть с собакой. А когда он уезжал, ребятишки всегда приезжали к нам, особенно Юлька маленькая, она подойдет, обнимет меня, говорит, а скоро папа с хоккеем завяжет, и у нас тоже будет собака. Животных любит человек добрый, злой человек животных и любит. А он очень сильно любит животных. Он всегда был добрый. Даже если ежик там появился в Благородье, как он туда забыл, я не знаю. Как там столько счастья было. Он давал ему там грибов-то нету. Давайте хоть яблок с молоком нарежем. До сих пор его номер в этом телефоне есть, все его сообщения то же самое. Все его сообщения есть. Когда листаешь телефон и думаешь, что он должен позвонить, но этого не получается. Если со мною случится беда, грустную землю не меряй шагами, знай, что сердце мое ты отыщешь всегда там, за облаками, там, за облаками. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите далее в овертайме. 10 очков из 12 возможных «Авангард» взял на выезде почти максимум. Выбирая полгода назад между Евгением Корнауховым и Андреем Назаровым, Омск, судя по всему, угадал. В чем сила, брат? Узнаем у Тиграна и Артема Манукенов. Многочисленные армянские диаспоры нашего города есть за кого болеть в хоккеях. Знаете ли вы, кто был первым армянином, сыгравшим в континентальной хоккейной лиге? Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр, запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская 213-Б. Телефон 666-432. «Белый сервис» «Белый сервис» «Белый сервис» «Белый сервис» Знаете ли вы, кто был первым армянином, сыгравшим в континентальной хоккейной лиге? Воспитанник авангарда Самвел Мнацан, первый армянин в КХЛ, дебютировал в 2012 году в Баруси, сейчас играет за Владивостокский адмирал. Вы в овертайме, и мы продолжаем. Вслед за победой, одержанной в Нижнекамске над местным нефтехимиком 4.1, будничной, спокойной победой на классе, авангард отправился в гости к своим основным, коренным, многолетним конкурентам за лидерство на Востоке, Салавату и Магнитке. То, что Уфа пока по дистанции не разогналась ровным счетом, ничего не значило. Зеленые емелинские парни, припертые к стенке неудачами, должны были дать бой. И бой грянул. С нами легендарный адмирал Колчак и харизматичный бородач Леня Олги. С нами волшебный Николай Лемтюгов. Парень с 13-м номером на спине как будто бы новую жизнь начал этим летом. Оказывается, не поздно встрепенуться и громко заявить о своих талантах дриблера и снайпера и в 29. 1-0 в нашу пользу после гола Лемтюгова в первом периоде. Во втором Магнитка сравнивает счет, используя то, что Швед-Анилев у своих ворот завис на 5 секунд, а когда перезагрузился, уже 1-1 встал. Кимкин вылез на ворота Фурха, получил по рукам и не забил. Еще один шанс отличиться, но булит уже не выходит. А у Саботки получилось забить одновременно с Сиреной на второй перерыв. Все-таки длительный выезд отнял у Омска силы. Первые два звена, отыгравшие все четыре матча в дороге без ротации, едва ноги волочили в концовке. Магнитка счет сравняла и могла выиграть как в основное время, так и в дополнительное. Но Авангард героически выстрел и дотянул до булитов. Из шести бивших забил только один человек булитный автомат Мазякин. Два очка хозяевам, одно гостям. Омские болельщики после игры выкликали всех своих любимцев, включая запасных. Вратаря Костина, например, который вообще не играл. А капитан Денис Куляш подогнал выездной братье по традиции пиццы. Хорошая игра получилась. Много атаковали, должны были больше забывать. В принципе, мы играли в Омске. Омску пришлось два раза отыгрываться. Сейчас мы две хорошие команды играли. Хороший хоккей. Удача у нас была сегодня. Популитом победили. «Металлук» не мог выиграть у «Авангарда» на своем поле с января 2012 года. Вы как держали это в уме перед матчем? Ну, честно говоря, я первый раз от вас это слышу, я не знал. Ну, наверное, такая историческая получается победа. Прокляйтесь. Ну, наверное, это вам виднее. Мы играли на победу, они впереди нас, нам нужно догонять. Мы хотели сегодня выиграть, выиграли. Тяжелая игра. Где-то не дотерпели. Пропустили второй гол в третьем периоде. Конечно, немножко подустали. Четвертая игра подряд и на выезде. В принципе, были все серьезные соперники. Может, силенок не хватило. Что страшного, считаю, очень прилично проехали выезд. Сейчас возвращаемся домой и будем готовиться дальше. Но при этом магнитка сегодня перебросала, там, членит в два раза, в 40 на 20. То есть, нам много приходилось работать в обороне. Ну, да, я думаю, вы сами видели. Тяжелая игра. Еще раз повторю. Наверное, сегодня они были посильнее, поэтому и выиграли. Но при этом, наверное, магнитку-то изучили уже вот и до, за месяц, пять матчей. Ну, так же и и минус. Да, хороший соперник, приятно играть, но сегодня они оказались сильнее. Вы, можно сказать, спец по магнитке. В какой команде не играли, всегда забивайте металлурги. Дай бог, чтобы дальше так продолжать. Это было очень компетитивное геймин. Упорная борьба была двух достойных соперников. В два раза нам пришлось отыгрываться, с 0-1, с 1-2. В итоге отыгрались, ну, и вы видели по послематчевым штрафным броскам. Но, я думаю, такие матчи просто КХЛ, они транслировали, я знаю, матч сегодня по КХЛ-ТВ. Я думаю, должны гордиться, что такие матчи у нас происходят очень упорные, очень зрелищные и для болельщиков, и для всех. Армяне это не только Долма, Шарль Азнавур и Камеди Клаб. Это нация с вековыми традициями, в том числе и спортивными. Бокс, борьба, тяжелая атлетика. В хоккее до недавнего времени армяне были незамечены, но все меняется. Были братья-холики, братья Голиковы, а сегодня в центре нашего внимания братья Манукяны. Тиграну Манукяну 18 лет, Артему 17. Это хоккейные армяне Сибирского разлива, возможное будущее нашего хоккея. Игроки команды Омские ястребы прямо сейчас. Друг нашей программы, хоккейный журналист Юрий Каленько с камерой в руке по заданию овертайма побывал в семейном гнезде Манукянов, как раз перед тем, как братья отправились на выезд на первые игры сезона. И вот, что он наснимал. Привет, заходите к нам. Йогурты любимые, фрукты, овощи всякие. Моя обувь. Мои самые любимые кроссовки BMW. Чем скажи о ней любимые, почему? Потому что мне нравится машина BMW в N-пакетах. Пойдемте, покажу папин рисунок. Роспись на стене, она посвящена кубинному потоку. Комната моего братства. Артема Руденовича, вам можно? Кто победил? Ничья. Я. А это моя комната, она еще проще, чем у моего брата. Свободное время люблю порисовать. Пойдемте познакомиться с нашим папой. Первую победу Тиграна и Артема, помните? Ну, первая победа у нас Тиграна получилась где-то в 2004 году в Кубок Сладкоежский в Тюмени был. У нас такой турнир был. Там он занял первое место и получил лучший бомбардир. Тёма у нас проходил отюмент Кубок Третьяка. Он получил лучший бомбардир. Это его первый тренер Зиков Виктор Александрович. Сейчас мы покажем, как мы тренируемся. А вот, жайба моя первая в МХЛ сделал зубой. Цент нам очень наградует на турнире Газпром Нефти получил лучшего нападающего турнира. А две пункты? Красный Синий Чай или кофе? Чай Кофе Лучший бомбардир по вашему мнению? Мазянин Зарик Лучший бомбардир Малый Синий бомбардир А какая у вас цель на предстоящей зероте? Стать реалитативным игроком и играть в углубленном Найк По скрипам к тому, что вы только что видели, я вам с удовольствием представляю автора замечательного материала Юрия Калинько. Юра, и первый вопрос, который напрашивается. Армяне хоккей, все-таки согласись, это экзотика. Почему? Армяне хоккей, это безусловно экзотика, но не такая, как может показаться на первый взгляд. Армянских детей очень много в хоккейных школах. В Омске, да. В Омске. Но не все проходят сито отбора профессиональной спортсмены за счет того, они физиологические и генетически более крупные вырастают, имеют психологическое преимущество, имеют физиологическое преимущество. На каком-то этапе, да. Да, на каком-то этапе непосредственно рост и созревание. Но потом это может их расхолаживать, как любого ребенка, и теряется мотивация. В случае с ребятами манукянами, с мотивацией там полный порядок, их держит в ежевых рукавицах отец. Сами они тоже достаточно дисциплинированные ребята. Они хорошо трудятся, они хорошо занимаются. У них очень хорошо оборудованный зал, который находится в подвале. Там стоят ворота, настоящий искусственный лед, клюшки. Они отрабатывают бросок, занимаются физической культурой. А чего они, собственно говоря, хотят? Попасть в сборную Армении по хоккею? Ну да, многие не знают, но такая сборная действительно существует. И зная ростер этой команды, у Артема, например, который уже привлекался этим летом, в ее состав не должно возникнуть проблемы с попаданием туда. А для нас, и я уверен, что и для всей многочисленной армянской диаспоры города Омска, самое главное, чтобы эти ребята заиграли непосредственно в старшей команде команды «Авангард». Я думаю, они к этому и идут. Выезд завершен, и на следующей неделе омских болельщиков ждут домашние матчи «Авангарда» во вторник с «Акбарсом», в четверг с «Ладой» и в субботу с «Ярославским локомотивом». Удержат ли ястребы ту высоту полета, что набрали в начале сентября? Поговорим об этом ровно через неделю в нашем телехоккейном эфире. Овертайм продолжается. Редактор субтитров А.Семкин